Глава 7. Горный щит Израиля. Подзаголовок 1. Война судного дня глазами участника. 6 октября 1973 года я был студентом в Соединенных Штатах. Несмотря на емкий пур и большое расстояние от земли Израиля, новости распространялись быстро и поразили нас рано утром. 7. Что? Не слышал? Началась война. Египет и Сирия напали на Израиль. Некоторые из нас, израильские студенты американских университетов, которые были офицерами запаса Цахала, попрощались со своими семьями и друзьями и поспешили в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, чтобы сесть на первый самолет в Израиль. Но задача оказалась непростой. Везервисты стекались в аэропорт со всех концов США и Канады. Первый лайнер «Джамбо» уже вылетел, заполненный под завязку, и разгорелась ожесточенная борьба за право сесть на второй самолет. Я дергал за все имеющиеся в моем распоряжении нити, задействовал связи и даже позвонил мотогуру, который тогда был военным атташе Израиля в Вашингтоне. Наконец, благодаря пяти годам службы в разведывательной эскадрилье генерального штаба, я смог найти себе место. В самолете было полно докторантов, компьютерных экспертов, врачей и физиков, некоторых из которых я знал, но не видел годами. Мы были уверены, что в течение нескольких дней, максимум недели, война закончится сокрушительной победой Израиля. Но на самом деле произошло не это. Египту и Сирии удалось добиться впечатляющих результатов в начале своей внезапной атаки. Сирийская армия прошла через голландские высоты почти на всю ширину, а передовые сирийские танки подошли к Иорданским мостам. На юге египетская армия пересекла Суэцкий канал, прорвала укрепления Бар-Лев и обосновалась к востоку от канала. Хуже того, оказалось, что обе армии были оснащены новейшими зенитными и противотанковыми ракетами, которые наносили чрезвычайно болезненные удары по ВВС и бронетехнике Израиля. В стране царила неразбериха. Через два дня после начала войны не все резервисты были призваны. Толпы резервистов продолжали пребывать из-за границы в поисках своих частей. Когда я добрался до своей части, мне стало ясно, что она разбросана между двумя фронтами. Итак, мы создали импровизированные, возвращающиеся в кавычках силы, вооружились БТРами и джипами и двинулись на Южный фронт. К тому времени, когда мы прибыли туда, первая атака египтян уже была остановлена и позиции стабилизировались. Армия обороны Израиля начала подготовку к контратаке через Суэцкий канал, которая должна была начаться в течение нескольких дней под командованием Риэля Шарона. Наша задача заключалась в защите бронетанковых войск ночью от египетских солдат Командос, доставляемых вертолетами. Занимаемся организацией патрулей и поиском вертолетов противника и охраной вокруг танковых стоянок. Боевые экипажи, измученные боями и бесконечным обслуживанием танков, получили несколько часов беспокойного сна. Из случайных встреч с друзьями я узнал о друзьях, которые были убиты в первых же боях. Некоторых из них я знал с детства и хотел осознать, получили ли их семьи горькие новости. Многим другим предстояло быть убитыми в ходе контратаки Цахала, в том числе солдаты из моего подразделения, чьи портреты в черных рамках в конечном итоге покроют мемориальную стену в скромной библиотеке подразделения. Но пока все это было в будущем. После первых дней войны на фронте воцарилась напряженная тишина, какая обычно бывает после ожесточенных перестрелок. На голландских высотах, куда нас потом перевели, мы обнаружили похожую ситуацию. В тяжелых боях, полных упорства, силам Цахала удалось блокировать сирийские силы, превосходящие их численностью в 10 раз, и удерживать оборону до прибытия резервных сил. Штаб Цахала на Галанах был вынужден спешно эвакуировать свою базу и отступить на открытую площадку, поскольку сирийские танки уже достигли заборов базы. Танки были подбиты и сожжены, уцелевшие экипажи перебрались на другие танки и продолжили бой. Была уничтожена целая бригада. Наиболее уязвимыми оказались находящиеся в башнях танков. Естественно, это были командиры. Были батальоны, в которых вся цепочка командования была ликвидирована, а командование вынуждены были брать на себя младшие офицеры. Оставшиеся присоединялись к остаткам других подразделений и продолжали бороться упорно и героически. Все чувствовали, что они изо всех сил пытаются предотвратить разрушение третьего храма, по известному выражению Моше Даяна. Воины, выжившие в этой битве, позже описывали то чувство, которое волновало их и в то же время укрепляло их настроение. Ощущение, что судьба еврейского народа лежит на их плечах. Если они здесь потерпят поражение, все погибнет. После прибытия резервных сил, армия обороны Израиля начала атаку и вскоре двинулась на территорию Сирии. На Южном фронте бронетанковые войска пересекли канал, окружив третью армию Египта. Теперь арабы умоляли советы и американцев прекратить войну. Только таким образом прекращение огня было достигнуто. В конце войны Цахал находился в 407 километрах от Дамаска и в 101 километре от Каира. В героической войне Цахал превозмог, но цена была ужасной. В боях по сдерживанию, которые предотвратили фронтальное обрушение перед лицом огромных сил противника, Цахал потерял 2552 бойца, что стало наибольшим числом погибших со времен войны за независимость Израиля. Сравните с потерями Соединенных Штатов. Мы потеряли за три недели в три раза больше войск, чем они за 8 лет войны во Вьетнаме. Здесь был важный урок как для израильтян, так и для арабов. На обоих фронтах арабам удалось продвинуться на десятки километров, прежде чем они были остановлены. Если бы война началась от границы, которая была до 1967 года, и арабы продвинулись бы на такое же расстояние, Израиля, вероятно, больше не существовало бы. Египтяне дошли бы до Тель-Авива с юга, и орданцы, которые, несомненно, испытали бы соблазн присоединиться к атаке, достигли бы побережья и раскололи страну на две части, и сирийцы проникли бы в глубины Галилеи. Цахалу удалось предотвратить поражение Израиля, даже после того, как арабы начали внезапную войну в лучших условиях, которые они могли себе пожелать. Политические условия также работали в пользу арабов. Они подняли цены на нефть и заблокировали ее поток на запад, и тем самым они смогли оказать огромное международное давление на Израиль. Несмотря на предупреждение разведки, Израиль не был должным образом подготовлен. Бронетехника и артиллерия Цахала остались на базах или застряли на дорогах. Десятки стран разорвали связи с Израилем, существовавшие более 20 лет. Во время войны, когда Соединенные Штаты пытались доставить срочную помощь Израилю по воздуху, ни одна страна в Европе не согласилась разрешить посадку американских самолетов снабжения для дозаправки. Португалия в конечном итоге разрешила такую посадку на островах региона. Несмотря на эти огромные преимущества, арабы были разбиты в течение трех недель.